Здравствуйте, друзья! Спасибо огромное, что остаетесь со мной на Бусте. У нас здесь с вами простое шоу. Вы мне присылаете свои истории отношений, вопросы, скидываете видео. А я на все это отвечаю, все это смотрю, комментирую в меру своих скромных сил. Спасибо огромное, что вы мне скинули вот это вот видео. Я бы сам бы его пропустил, а я люблю Максима Вердикта. И вообще Максим Вердикт, это сейчас будет матное слово, это наш пиздюк. И только мы имеем право его гнобить. И еще одно матное слово сейчас будет. И хуесосить. А здесь вот анкл Шурик, дядя Шурик что-то такое записал. Не смотрел, без вас. Ребят, я без вас не смотрю. Только с вами мы сейчас посмотрим. И если будет что, как-то это все прокомментируем. Поехали. Привет. Я думаю, ты узнал, кто с тобой говорит. И хочу тебя повестить, что твоя жизнь с этой минуты разделится на до и после. Ни в коем случае канал не удаляй. Потому что когда один человек так сделал, потом это следствие расценивало как попытку вскрыть нарушение уголовного кодекса. Что сказать? Вот. Видимо, хочет оказаться на зоне. Нет, сначала быть просто попущенным. А потом, чтобы он кипятильник в жопу. Ну, вот представляете, если такой человек вдруг получит реальный срок. Ну, пиздец. С кипятильником в жопе. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Я... Ничего себе. Надеюсь, это не про дядю Шурика. Надеюсь, это про меня было. Есть время разбрасывать камни, а есть время собирать камни. Есть время смеяться над тупостью Максима Вердикта. А есть время извиняться. И вот сейчас... Время смеяться над тупостью. И вот сейчас, конечно, время извиняться. И это уже постоянная рубрика извинений на этом канале. А в этот раз перед Максимом Вердиктом. Потому что, когда я снял про него видео, я просто не понимал, что я как бы обычный тупой олень. А Максим Вердикт это лев. Хозяин прайда настоящего. Ко мне пришли его последователи. Ничего себе. Вот это новости. Объяснили, почему я не прав. И я, естественно, осознал все это. Блин, 28 минут. Ну ладно, я надеюсь, оно того стоит. Пока все забавно. Признал. И сегодня я готов перед каждым извиниться. Поэтому сегодня я извинюсь и перед Максимом лично, и перед каждым из его последователей, которые пришли и написали мне комментарии. Сразу же я оговорюсь, что те, кто просто меня оскорблял, на эти комментарии я не буду отвечать для того, чтобы сэкономить немножко времени. Налейте себе сладкий крот, возьмите вкусную булочку. И вперед. Много извинений сегодня будет. Блин, чуваки, я ни на кого не обижаюсь. Мне в всем похорит. Заметил по комментариям, что это видео собрало кучу обиженных дам. Он будет читать комментарии от Максима Вердикта. Блин. Я бы мог пятичасовое видео такое записать. Ну, комментарии от последователей Максима Вердикта, но это скучно. Ладно, будем слушать, пока не надоест. У которых молодые люди перестали быть оленями. Кстати, очень много комментариев про то, что у меня женская аудитория, я как бы для нее рассказываю. Это неправда. У меня аудитория 50 на 50. И мы очень часто говорим и про коучи, и про всяких эзотериков, которые делают контент для женщин. И очень забавно смеяться над... Ну да, я первый-единственный раз смотрел его видео, когда он хирососил Сатью Даса и Лобковского. Тупыми девками, которые смотрят странных бизнес-коучей, либо эзотериков. И неприятно смеяться над собственным гуру. Но вот такова жизнь. Не знаю, что ты увидел у вердикта, но то, что он, как и некоторые другие блогеры, реальные психологи, учит отличать негодных дам, это факт. Наука. Вот. Но ведь чтобы окружать себя адекватными и надежными людьми, знать, с кем дружить, а с кем нет, нет необходимости в изучении тон литературы по психологии. Ну, я тебе больше скажу, что в принципе, литература не только по психологии, а в принципе книги, это устарело, я считаю. Сейчас же есть YouTube, где есть канал Максим... Вообще нахер надо, согласен. ...вердикта, есть тиктоки в конце концов. Поэтому книги вообще не забивайте этим голову. Я больше вам скажу, я вообще не понимаю за... Факт. Зачем нужны другие книги, когда есть домострой? Это... Инструкция к миру. Да, к слову... При чем здесь домострой Максим вердикт? Ни при чем. О психологах. Некоторые... Он мог бы так же сказать... Блин, я не думал, что я буду даже косвенно защищать вердикта. Но он сейчас мог бы так сказать... Зачем есть другие книги, когда есть Библия? Или зачем есть другие книги, когда есть... Не знаю, любую книгу сюда подставить. Когда есть учебник по физике с девятый класс. Профессиональные психологи порят такую ересь, прикрываясь своим дипломом, а кто-то неким документом об окончании курсов. Что за голову хватаешься. Ну и то, что аудитория Максима вердикта не любит психологов, это совсем не новость. Если вы помните, когда у него была травма ужасная, он менял психологов как перчатки. Я думаю, что эта история вымышленная, кстати. А потом пришел на форумы мужские, и там во всем разобрался самостоятельно. По 5-6 часов в день я отдавал изучение истории отношений на форумах и в пабликах. Но если вы правда сталкивались с такими плохими психологами, которые советуют вам ужасные вещи, то я правда вам сочувствую. Только напишите в комментариях, эти психологи с вами в одной комнате сейчас? Или вот как вы с ними общаетесь? Просто правда интересно. Первый раз ставлю... Ну, есть много психологов, и среди них есть много нормальных. Но проблема в том, что подавляющее большинство психологов – это дикая дичь. В том числе и потому, что многие из них, как это ни парадоксально, но женщины. И самое, так сказать, когда женщина пытается вылечить от депрессии, или, кстати, опять же, рекомендую всем сериал «Сопрано». Так она, я так понял, его и не вылечила ни от чего. Только зря он бабки терял. Ну, это еще... Это можно еще. Они там зазубривают, значит, различные инструкции, методички, тесты, упражнения, вам все это выдают. Ну, как бы нормально, да? Здесь что-то можно. Но когда женщина-психолог начинает вас лечить за отношения, это всегда будет провал. Всегда. Поскольку она будет всегда смотреть свои колокольни и любые самые бесстрастные какие-то психологические исследования переворачивать, перековеркивать, даже подсознательно. И из этого делать какие-то, в том числе и выводы, которые навязывать вам. То есть, вообще, в целом, психология, она, так сказать, больше в нашей стране под баб подмята. Ну, так, судя по ощущениям, там, на трех баб психологинь только один мужчина психолог. Дис и отписываюсь от канала. Потерял подписчик, как вы видите. Вот как раз Максим, один из тех, который реально темы говорит. «Я в разы лучше стал после его советов. В 22 познакомился, а сейчас 24. Был нюней в отношении я и т.д. Сейчас наоборот. Женщины хотят меня видеть, а я весь в работе, нет на них времени». Ну, кстати, это вот дельный комментарий. Ну, жалко, что отписался, но что поделать, я к этому нормально отношусь. Можете выбирать, на кого подписываться. Все окей, нет никаких проблем. Но в целом, человек осознал, что женщины ему не нужны. Я думаю, что, возможно, это то, что Максим пытается донести. Возможно, рано или поздно, его секта достигнет такого уровня эволюции, что они откажутся от женщин, замкнутся внутри и предадутся… И будут пороться. Я бы сказал чему, но… Ну, здесь по ТП бинго, конечно, пошло. И будут ебаться в жопы. Забыл предупредить, что мат. Не могу, потому что есть новые законы, там всякие… Не смотрите Бусти со мной вместе с детьми. Не надо. И пропаганда, опять же, не призывание в коем случае, но, возможно, к этому все идет, потому что, видите, человек осознал. А еще у подписчиков Максима Вердикта маленькие, микроскопические, просто вот такусенькие писюны. Если вы подписались на Максима Вердикта, ваш пенис уменьшается на 5 сантиметров. Факт. Что тян не нужны. Познакомимся с Максимом, с этим прекрасным. Понятно, что, в общем, дело близится, так сказать. Вот к этому. Ну, давайте ненадолго отвлечемся от комментариев и поговорим про то, как Максим Вердикт в принципе вербует новых адептов. Свои видео он называет под поисковые запросы и просит аудиторию в Телеграм-канале для того, чтобы они не просто зашли на канал и посмотрели, а нашли видео через поиск для того, чтобы оно выше ранжировалось. Хитер-бобер. Видео можно найти по ключу, о чем поговорить с девушкой. Просьба его на Ютубе вбить. В поиске можно вбить ключ, девушка заблокировала. Вот. Наверное, вы его там сможете найти. Просьба через поиск найти, посмотреть, потому что мы так продвигаем видео с начала и до конца. Спасибо заранее. Ну вот, допустим, вы чувствуете ревность, вам кажется, что ваша девушка изменяет. Вы это спрашиваете у Ютуба и находите видео Максима Вердикта. Ревность, разумеется, деструктивное чувство. И, разумеется, ревность не является последствием того, что вам изменяют. Вам могут не изменять, но вы чувствуете ревность. Вы можете не чувствовать ревность, но вам при этом будут изменять. Это немножко про другое. Это про ваше состояние. Но если вы это чувствуете, разумеется, с этим нужно разобраться. И в отношениях есть проблемы. Это сто процентов. Но Максим Вердикт начинает просто раскручивать невроз. У него есть золотое правило. И просто вдумайтесь в то, что он сейчас говорит. Есть одно золотое правило. Если тебе кажется, что тебе врут, тебе точно врут. Но это есть человек, у которого... Эх, у меня спиздил. Блин, да он заколебал. Дядя Шурик, надо было на меня обзор делать, сука. Максим Вердикт невроз. Даже это у меня спиздил. Господи. Сука. Хитер-бомер. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Блин, Максим. Ну, хоть бы этого не оставил. Скотина такая. Который постоянно переживает и накручивает тебя. Приходит к якобы психологу и он заявляет. Да, тебя точно изменяют. Ах, охуенно. Ладно, Максим, а какие-то советы будут? Что с этим делать? Девушка, чем будет это объяснять? К чему нужно быть готовым? Какими-то жизненными обстоятельствами Дорогой, я устал на работе, сейчас вот такой период жизни, еще что-то Не верьте этому, не верьте То есть, если, допустим, у девушки завал на работе, реально Она остается допоздна, потому что там, не знаю, конец какого-то отчетного периода Что-то не сходится Ну, такое бывает Я ходил на работу раньше, я думаю, вам это знакомо Такое реально бывает Но Максим вердикт говорит, не верьте Ладно, хорошо, хорошо А что же делать? Ну, я бы тоже, на самом деле, сказал бы, не верьте Ну, почему? Потому что Смотрите, если вы параноик Ну, вот так вот параноик, да И вам кажется, что вам все изменяют подряд Вряд ли вы пойдете Ко мне, к Максиму вердикту Или еще к кому-то Ну, вот с этим То есть, ну, блин, вы и так всех подозреваете Всех ревнуете К первому столбу какому-то, да Там, вам кажется, что это, ну, прям Может быть, вам даже кажется, что вы так выражаете свою мужественность Или еще что-то, да Там у вас в голове происходят разные вещи С этим, кстати, надо разбираться Если вам это мешает жить Может, вы от этого кайф получаете, неважно Но вы, ну, вы в этом живете Если же вы в целом не склонны ревновать А здесь появилось это чувство То вот здесь-то и будет вопрос А что происходит И много шансов Может, конечно, вы и параноите Может, да, она там на работе задерживается Но много шансов, что Дыма без огня нет Вопрос Правильно вот дядя Шурик задает вопрос А что делать Вариант первый Ничего с этим не делать Затерпеть И все будет хорошо Вариант второй Принять меры какие-то, да То есть, так сказать Что называется, подбить бабки Прикинуть, что будет Если женщина вам все-таки реально изменяет Если вы решите с ней расставаться Надо подстелить себе соломку Во всех смыслах этого слова Вариант третий Бросить ее Ну, вам это не нужно Неважно, она изменяет или нет Вам, у вас рядом с ней Происходит, ну, херня в душе Вам кажется, что она вам изменяет Если это будет со второй, с третьей, с десятой И это будет мешать вам жить Да, здесь прям нужно с этим поработать Но если это возникло конкретно с этой девушкой То Ну, наверное, девушка вам не подходит Разве нет? Интересно Что же делать, если ты чувствуешь ревность? Сейчас будут такие охуительные советы Я просто не могу В один из дней Когда мы сидели бы на кухне За чашкой чая Я бы сказал, ей, любимая А я же могу тебе доверять А она может мне свой телефон дать? На что она могла бы сказать Ну, к этому нужно быть готовым А дай мне свой, да? То есть, здесь мой телефон, конечно же, был уже под... Ну, это известная тема И, по-моему, у меня в роликах тоже это было Он старые какие-то ролики берет В те времена Максим у меня передирал А я Тоже не то, чтобы сам это выдумывал Ну, часть выдумывал сам просто А часть тоже где-то читал там у кого-то Ну, вот что-то такое Тоже на тех же самых форумах и так далее Ну, он сейчас берет старые ролики Ну, окей, да И, как бы, нормальная тема А в чем... В чем вопрос-то? Я уже, как бы, на практике проверено Что если женщина от тебя жмет свой телефон Ну, жопа Жопа! Готовлен к этому Пожалуйста, держи Максим Мразь ты такая А почему твой телефон подготовлен? То есть ты хочешь взять у девушки Неподготовленный телефон А ты... Ну, потому что ты ее проверяешь В чем вопрос-то? Твой ты заранее подготовил А что значит подготовил? Удалил переписки Там, что-то почистил А ничего, что у человека могут быть Личные секреты Не связанные с изменой Личные переписки с родителями С подругами Я тоже не показываю все свои переписки Своей девушке Она не показывает мне свои И это нормально Есть люди, которые всем делятся У них там общие аккаунты Они переписываются Мне это сложно понять Я другой человек Но если людям это комфортно Окей Но ты не можешь навязывать Человеку Ты не можешь просто так взять И вторгнуться в его личное пространство Ну, во-первых Ну, во-первых, почему не можешь Во-вторых, мы же обсуждаем ситуацию Не то, что вы сидите с девушкой на кухне Пьете чай И ты ни с того ни с сего Такой Отдай-ка я поприкалываюсь Хотя, ну, почему и нет Тоже, что такого Почитаю твою переписку А что такого? Показать переписку с мамой Вот, у меня сейчас телефон Я его не готовил Пожалуйста Хоть тебе покажу Хоть кому угодно Переписку с мамой С папой Что? В чем? Что вы там такое обсуждаете? Нет, если вы обсуждаете с мамой Как развести меня на бабки Ну, девушка, если обсуждаете Как развести меня на бабки Стырить ребенка И уехать в другой город жить Здесь ты заочкуешь, да А если вы там обсуждаете Что-то нормальное упражнение В чем вопрос, дядь Шурик? В чем проблема? Вот как бы Что здесь? Что здесь не так? Мы обсуждаем ситуацию сейчас Когда тебе эта ревность Не дает жить Ну, не дает она жить Кажется тебе Что тебя обманывают Что тебя изменяют Никогда такого не было А вот с ней кажется И вердикт говорит Типа Если тебе кажется Значит так оно есть И Сарвачев тебе говорит Если так кажется Так оно есть А дядя Шурик говорит Она просто устала На работе Как быть парнем В этой ситуации Нормальная проверка Дорогая Покажи мне телефон Ну и я бы На самом деле Не полез бы В переписку С папой С мамой Так просто Пролистал бы Посмотрел Чем живет Женщина С которой я сплю В одной кровати С которой у меня дети Или уже есть Или могут быть А в чем проблема Никто не призывает Отбирать у нее телефон силой Никто не призывает Взламывать этот телефон Как кстати делают Многие женщины Там мужчина Так сказать Спит Она там фейстайм Разблокирует Это уже даже в мемах есть Никто не призывает Играть в крысу Знаешь Там Она там в ванну пошла Там себе жопу мыть И тут же телефон взял И вот так вот Отдавай его Шерстить В чем вопрос На основе своих Шизойных предположений Здесь нужно надавить Показать Поставить вопрос ребром Чтобы она поняла Что у меня Ты уже Твое поведение Честно говоря Вызывает опасения Чтобы она поняла И почувствовала Что если она сейчас Телефон не покажет Завтра это уже будет поздно Если не показала Ни капли сожаления Друзья Исходите сразу Из расклада Что там Другой мужчина Просто имейте ввиду Что сейчас мы это слышим Там могут быть Любые расклады Я уже Язык стер рассказывать Что обычный Стернестатический Развод Происходит Следующим образом Жена Со своими Родителями Или с маманей С любимой тещинкой Любовь Про которую Любовь к тёще Даже вошла В фольклор уже у нас Все же любят Тёчу Правильно Своих Она обносит Просто квартиру Вашу общую Вызывает машину Ребёнка И до свидания И судись Не судись Она уже в другом городе Живёт у мамы Ну и что Не обязательно Там даже другой мужчина Но если она От тебя что-то скрывает Дядь Шурик А как же доверие Как же доверие Я кстати Всё-таки подумал Что это видео Я пожалуй Выложу на ютуб В открытый доступ Почему нет Интересный Так сказать Кейс Интересный разбор Как же доверие Дядь Шурик Неужели Твоя женщина Тебе настолько Не доверяет Что не готова В любой момент Дать тебе свой телефон А представь А представь А вот мне Моя доверяет И даже более того Я ей доверяю И в любой момент Могу Дать этот телефон Ей в том числе Пожалуйста И что Тебе могу показать В любой программе Покажи телефон Таким вопрос Что у тебя там Такого А что у неё Там такого Вполне себе Невинная просьба Зато если она Без проблем Говорит Да на Большинство мужчин Даже смотреть не будет Ну просто скажет Да ладно Так проверка Что-то у меня На душе было Нехорошо Тут ещё Сорвачёв с вердиктом Говорят Что если тебя обманывают То тебя обманывают Надо чаще К себе прислушиваться Но нет Говорит дядя Шурик Если тебе кажется Что тебя обманывают Знаешь У тебя На спине уже Жена там С тремя неграми Прям на твоей спине А во время стана Такой Что мне там Если тебе кажется Что тебя обманывают То проблема в тебе Надо идти К психиатру сразу Наглотаться Каких-нибудь таблетосов Чтоб овощем стать И всё в порядке И всё рассосалось Ну например Я кстати не призываю И все таблетосы Только по расписанию По рецепту Того же самого психиатра Покопаться в себе Проявить больше доверия Вот этого мы От женских коучей Постоянно и слышим Нормальная тема Попросить телефону Любимой Ты-то ей доверяешь Дядь Шурик А она тебе Понимаем Какой-то Абсолютный бред Но к Максиму Вердикту Приходит человек Подготовленный Он чувствует ревность Он накрученный Он в измененном сознании Он приходит К вердикту И попадает В эту секту Потому что ему Психолог Сидит такой вот С бородкой Такой авторитетный Вроде как В пижачке В пижачке сидит Насколько я знаю Максим Вердикт Вообще не психолог То есть У него Даже курсов Повышения квалификации Как например У меня нет Ну а может быть Он их получил Я как бы не в курсе Напишите тоже В комментариях И рассказывает Что Думая что изменяет Точно изменяет Телефон не показывает Все Никаких сожалений Бросай ее То есть Если девушка Ну а делать нужно что Дядя Шурик Ну вот хорошо А делать нужно что Идти к психологу Да Вот Ну то есть Вот какое развитие событий Вот тебе на душе Кошки скребут Никогда такого не было Там Было несколько женщин Вот Какая-то там По счету очередная А может первая Там не важно И у тебя в душе Вдруг Что-то не то Какие-то смски По ночам Запирается в туалете С телефоном Там что-то Что-то не то Что же Нужно сделать С ней поговорить Так любая скажет Дорогой Как ты мог Как ты мог Обо мне такое подумать Мамой клянусь Ничего такого нет Любая скажет Если ты ей уже Совсем не нужишь То она тебя просто кинет Ну и что Какой выход-то За ее спиной Идти к психологу И говорить там Ой блин У меня проблемы Психолог скажет Все Не вопрос Сейчас мы с вами Там Бернсу Начинаем делать упражнения Ведите дневничок Записывайте свои мысли Вот эти негативные Мы их будем отсеивать В психиатру идти Даст пару таблеточек Так сказать Пропишет Да Вот Чтобы Чтобы спать лучше Чтобы негатив Что делать Дядя Шурик Критикую и предлагай Я надеюсь Что дядя Шурик А он вроде Производит впечатление Умного мужика Не мужчина мужика А умного мужика Производит впечатление Ну он сейчас Даст какой-то рецепт И я прям вот так Такой Му бля Как я За 20 лет практики Не додумался Как вердикт За 5 лет Или сколько Он там В ютубе Не врубился Ну-ка Ну-ка Уважает Свои личные границы И просто Так с нихуя Не хочет показывать Свой телефон Значит Ее нужно бросить Охуенный совет А вот мне интересно Ну опять же Мы возвращаемся К тому что В смысле Уважать Свои личные границы А ты свое Психологическое здоровье Уважаешь? Еще раз Тебе с ней Некомфортно У тебя в душе ревность Может быть И ты конечно Чеканутый Может быть такое Может быть Да кто ж спорит С этим делать что? Ходить годами К психологу Да? А может дело в ней? Психиатру Ходить Что? Что надо делать? Что? Может быть Бросить ее И найти другую С которой тебе будет комфортно Которая не будет приходить СМСки по ночам Она не будет в туалете Запираться с телефоном Задерживаться на работе Или будет как-то так Это обставлять Что тебе не будут Вопросы возникать Что она там делает? Нет Говорит дядя Шурик Нет Надо доверять И жить С этой болью в душе Ведь это всего лишь Твоя проблема Следующий вопрос Накидку Дядя Шурик А вот как ты думаешь Чего что мы на ты? Ну вроде Одного возраста Может я даже постарше Как ты думаешь А вот это вот Подсознательное Вот это вот Твое Которое ты от себя отгоняешь Может быть даже Глушишь таблетками Или упражнениями От психолога Вот это вот Вот этот комарик Такой Который такой Дядя Шурик Она тебя изменяет Изменяет Я не буду Я буду Дядя Шурик Изменяет Он будет Вносить трещину И разлад В твои Гармоничные отношения У которых В которых У всех Личные границы И которые Прям Я уверен Образец для подражания Я тебе скажу Что да Будет Что ты будешь С этим делать Что ты будешь С этим делать Тянуть Свою женщину К психологу Редкое пойдет Много женщин Большинство женщин Ходят к психологам Только для того Чтобы они Рассказали их мужьям Или мужчинам Как они неправы Ну вот тебе факт Например Из жизни Если ты думаешь Что прям Женщина Если у вас Какая-то вот Какая-то трещина Отношение появилось Прям хочет Бросить все свои дела Обижать эти отношения Спасать Я тебя разочарую Нет Что Что Какой рецепт Вердикт Ты его хоть дает Пусть Ну я с тобой согласен Что Это можно Оборжать Там еще Но он хоть Дает Какой-то совет Какой совет Можешь дать ты А допустим Вы продавили ее Реально Вот ее продавили Взяли телефон И там ничего нет Сидите такие Представляете Она вас Ну Скать Любимая Любимая Так я тебя люблю Смотрят А вы В переписках Там Подруги заходите Вдруг она Женский И не назвала Своего любовника Там Все эти читаете Вот все это Выискиваете А потом Прикольно Я считаю Отличное упражнение Для того Чтобы Проверить Поскольку Вы друг другу Доверяете Какие дальше У вас будут отношения Нормальные Обычные Более того Я так часто делал И что Я не знаю Дядь Какие у тебя отношения У меня отличные Я Ну вердикт Вот это Стырил у меня Я возможно Стырил еще У кого-то Или где-то Вычитал В стародавние времена Хрен знает Сколько Ты может еще Не знал Что такое Ютуб В те времена Когда Например я Меж половыми отношениями Занимался Читал книги По этому поводу Курс повышения Квалификации Проходил И так далее Вот Отлично все Что В чем В чем вопрос Как вы думаете Что мы еще можем сделать У меня нормально Все было Когда мы Мы же с ней живем вместе К примеру Можем оставить диктофон Оставить камеру И послушать Вот здесь Надо быть очень аккуратным Ну вердикт Опять же не в курсе Это я уникальный специалист Я и семейный юрист И психологическое образование Какое-никакое У меня есть Вот здесь Нужно быть Очень аккуратным Если это Ваша квартира Ваша Она вам принадлежит Прямо на праве собственности Или у вас есть Писемные согласия Собственника Вы можете Устанавливать Аудио Видео Следящие оборудования Ни в коем случае Не для шпионажа За женой Или за девушкой Упаси вас бог А исключительно Для того Чтобы защитить Себя и свое имущество От каких-то Потенциальных злоумышленников Но если вы с ней Снимаете Арендуете квартиру Или тем более Вы живете у нее На территории Не дай бог Можете вплоть до Уголовной статьи Получить О чем она общается То есть Если уже В этот момент Измены Присутствует Вот опять же Вот обратите внимание Вот например Различие между мной Максимом вердиктом Максим вердикт Вот Он не может Фильтровать информацию Поскольку у него Нет соответствующего Образования Соответствующей практики Вот я могу сказать Вот это неплохой вариант Как с телефоном Да Работает А вот это Извините Нужно быть очень аккуратным А то и лучше Вообще не делать А если уж сделал Ни в коем случае Никому не говорить И тем более не бежать Там к родственникам Или не знаю В полицию С какой-то аудио-видеозаписью А сходить К двум-трем юристам И спросить Вообще Как это сделать И нужно ли это делать Если вы там Для суда ее готовите Или просто В качестве какого-то Аргумента При переговорах При разделе имущества Использовать Вот разница Смежной вердикт А вердикт просто Прочитал это на форуме Где-то Может у меня Опять же услышал Хотя Вот такую дичь Прям вот так вот Прямо Я не говорил Не советовал никогда Нет, Максим Вот здесь вот Вот здесь вот Нужно быть Очень аккуратным Поверьте Она созванивается С этим человеком Общается с подругами Просто оставьте Дом ликтофон Так же как И установка На телефон Вашей любимой Различных программ Следящих Которые Фиксируют звонки И все остальное Нужно быть Очень аккуратным Очень аккуратным С этим А лучше Вообще не делать Вот это Мой совет Как семейный юрист И психолог А Максим Он просто блогер А дальше За последствия Он не отвечает Не несет Были ситуации Когда мы слышали Очень интересную Информацию Когда муж Выходя за дверь Его начинали просто Ну, крыть матом Да И она уже сразу Звонила Ваську И такое происходило Подозреваю Что вот конкретно Это он придумал Но опять же ладно Другой вариант Мне вот интересно Я про это раньше не думал А это вообще законно? Сляжка за другим человеком? Это незаконно Вот опять же Обратите внимание Между прочим На различия Вот еще раз Это хочу зафиксировать Между мной Профессионалом В семейных Межплавовых отношениях И вот такими Блогерами Типа Максима Вердикта Сатья Даса Там и тому подобное Можно прям грузить Их туда Вагонами Вот так вот Лопатой закидывать Слушайте профессионалов Я в месяц Страчу порядка 300 тысяч рублей Чтобы находить Людей вроде тебя И чтобы ускорять Дело производства В полиции Несколько человек Уже получили реальный срок Кто-то отделался Очень крупным штрафом Напишите в комментариях Вот если бы вы узнали Что ваш молодой человек Или ваша девушка Я думаю Это зеркальная ситуация Вот вас заставили Телефон показать Или вы узнали Что у вас Тиктофоны лежат По всем Я не понял Вот эта вот Запись Это специально Чтобы интригу поддержать Это про кого? Дядя Шурик Мне надо Мне надо Так сказать Понять Это же Что за угроза Откуда ты это взял Вообще? В комнат И записываются Ваши разговоры Вот как бы вы поступили? Мне просто Просто Но большинство женщин Пошло писать заявку В полицию Все Как поступило Большинство мужчин Отвечаю Простила бы Опять же Разница между мной И блогерами Дядь Шуриком Максим вердиктом И так далее Вот я знаю Ответ на этот вопрос Большинство мужчин Простило бы роднуличку Потому что я с этим сталкиваюсь Это моя практика Это мой хлеб В том числе Простило бы роднуличку А большинство женщин Пошло писать заявление В полицию Вот так вот Поступило бы Да Интересно Нужно вот вкопаться в эту суть Шурик, привет И тебе привет Ты дурачок Ладно, давайте сначала Ты дурачок, если считаешь, что практика форумы менее А, дурачок через О, после ЧА нужно писать Полезное образование Еще ты дурачок, что не вслушался в его слова, а поверхностно прошелся Просто ради сохранности формата своего канала в виде хейтинга Практика и форумы Менее полезны, чем образование Это я вам говорю Потому что вот такие вот блогеры, типа Вердикта Начитавшись форумов И что-то даже испытав на практике Часто могут либо влипнуть сами в какое-то говно Либо подвести к этому говну те, кто и слушает Только что я вам про это проиллюстрировал На примере аудио-видеозаписи личной жизни вашей супруги или девушки В данном случае вообще не важно, кем она вам приходится Я почти уверен, что вся эта история с тем, как он ходил на свидания, какие-то графики рисовал Что-то сравнивал, анализировал Полностью выдумано в его голове Потому что это абсолютный бред Но каким-то образом он убедил в этом людей Что реально можно по форумам стать психологом Это то же самое, что разбираться Ну это бред, я согласен Странное видео получается Я частично соглашаюсь с вердиктом Но особенно в той части, где он у меня стырил Какие-то моменты Не знаю, может быть читал те же самые какие-то форумы Где я какое-то время сидел в своей жизни Частично с Шуриком соглашаюсь Потому что вердикт это Это ой В отношениях с помощью жвачек love is Я столько жвачек жувал для того, чтобы разобраться в отношениях Это лучше, чем образование Нет, наверное, по этой логике можно стать крутым айтишником Приходя каждый день в кафешку Открывая ноутбук Заказывая кофе И с умным видом тыкая вот так вот И потом раз, и ты айтишник Нет, это вот дядя Шурик Скатываешься в какое-то говно Значит, рассказываю Теоретически каким-то айтишником можно стать Имея огромное желание стать этим айтишником И ходя по всяким форумам И советы оттуда Какие-то, может быть, надергать алгоритмы Применяя на практике Я не айтишник ни разу Но когда у меня какие-то проблемы Не то, что проблемы, а желания появляются Например, освоить нейросеть Миджорнал Вот сейчас у нас в стране Это новое какое-то веяние И многие люди Думают, круто И искусственный интеллект генерирует картинки Я иду на форуме, читаю статьи Там в том числе Разные методички Как это все сделать Как где зарегистрироваться Через что Какие команды вбивать Я все это изучаю Я не айтишник Но у меня получается Вот, так сказать Генерирую картинки Пожалуйста, через Миджорнал Поэтому я научился Не получая образование айтишника Но В чем разница между мной И айтишником Который уже лет 20 Работает айтишником Имеет образование Специализации различные В том, что Я могу Сгенерировать картинку В программе Которую написал он Вот в этом разница То есть, ну, что-то Я сделать могу Но Я Очень слабое представление Имею в целом Об IT-индустрии Я очень слабо А то вообще никакого представления Не имею Как работают эти программы И Если Так сказать Там вот этот бот Какой-то сломается Да Я буду сидеть И смотреть на экран И такой Блин Мне нужна инструкция Вот Вот День Ширик Ты вообще Мне конкуренция Тебя за скобки уносим Вот вердикт По сравнению со мной Это вот Я по сравнению С айтишником Понимаете То есть Какие-то его советы Где он откуда-то Скопипастил Стырил Они даже могут и работать Но если вы Чуть-чуть вправо-влево Отклоняетесь А жизнь она Очень разнообразная Очень странная Зачастую бывает То вы уже будете в жопе Потому что он не дает Какого-то фундамента вам Фундамента Обработав и поглотив Который Вы могли бы уже Сами на основе Этого фундамента Принимать какие-то решения Такой фундамент Вам может дать Либо фундаментальное Образование Но это нужно Чтобы Вас учили По современным Материалам А не по материалам Прошлого века Чтобы препод Был нормальный Умел бы И заинтересовать И проверить И прям Вами бы занимался Или Очень-очень Долго Если мы говорим Про межплоевые отношения Смотреть меня Вникнуть в это И может быть У вас в голове Что-то Так сказать Сдвинется И вы начнете Опять же Не во всем Корпусе межплоевых отношений А в какой-то его части Начнете Что-то Так сказать Видеть уже Может быть даже С полупрофессиональной стороны Но смотря Вот Максим Вердикт Да Вот у него Так строится Его работа Он Делает Кликбейтные Названия Которые часто Вообще Не отражают Содержание видео У меня В этом к нему Основная претензия Кстати Он делает Вот просит Подраспиарить Его видео Своих там Каких-то подписчиков Поднакрутить Пытается пасть в алгоритмы И Выдает За какую-то базу За какие-то знания То, что он стырил В том числе И у меня В том числе С каких-то формул Где-то прочитал Еще что-то Все Какой-то глубины И базы Там нет К тебе Офер приходит Куда-нибудь В Google Или в Apple Я просто думаю Вот если бы эти люди Направили Всю свою энергию В какое-нибудь Позитивное русло Они ведь реально Могли многого бы добиться Например В тот же IT Вполне можно попасть Став тестировщиком Пайл Стартом в карьере И заявляют Что между нами Все кончено Я тебя не люблю Я тебя не хочу Ну то есть Бла-бла-бла Ужасная драма Сочувствую Он помогает людям Считай Из петли Вытащить Почитай Комменты По его видео А потом Говорите Спасибо тебе Максим Ты в топе Автор Ну здесь придираться К правописанию Типа Человек Дурачок Вот раз там Ошибся пару раз Попробуйте комментарий Особенно такой Длинный С телефона Написать Вот Ну По сути Да У нас Если мы берем Статистику У нас Под 80% Разводов Ну официально То же Тоже 73 Но если вычислить Кавказские регионы Где она Стабильно низкая То под 80% Разводов Получится у нас На европейской части России В некоторых регионах Под 110% Разводов Больше 100% Браков Расторгается Больше чем заключается Живем в жопе Мужчин дискриминируют На уровне законов Я вам про это видео Недавно выпускал На уровне законодательства Преки конституции Ну то есть Ну прям в шляпе живем Очень тяжело Да При этом Вот такие вот Как дядя Шурик Нам говорят Про Какие-то Личностные границы Вот это вот Говна Наслушались У психологов Которые Если женщинам и помогают То мужчинам Часто нет У меня Много Разочарованных людей Которые пошли Кому-то кстати помогают Даже мужчинам Даже психологи Женщинам И такое бывает Я Мне такое говорили На консультациях В межличностном общении Но чаще Нет И куда ему прийти Вот что У него вот внутри Вот это вот Все В том числе Поэтому у нас Страна периодически Занимает первое место По Роскомнадзорам У нас существует Колоссальная проблема И да Мое оценочное суждение Что Такие как вердикт Они на этом зарабатывают И да Более того И даже я на этом зарабатываю Тут вопрос в том Помогает это Или нет Если вердикт Ну хоть кому-то Как-то помогает Ну почему нет Кому помогает Анкл Шурик Ну хоть один человек Которому он помог есть А вот Лично я Помог сотням И сотням людей Сотням И сотням Прямо напрямую Это я без учета Своей блогерской деятельности Вердикт Наверное тоже Не знаю Может быть это боты пишут Может он сам Под кучей аккаунтов Может быть Он людей нанимает Чтобы они писали Комментарии Есть такие фирмы Они специально оказывают Такие услуги Пишут хвалебные комментарии Вообще везде Только бабок им платит Может быть Но если он помог Хоть одному человеку Ну Имеет тоже право На существование Другое дело Что такой как я Например Будет постоянно над ним ржать Потому что Не ржать над вердиктом Невозможно Меня это веселит Например А дядя Шурик Вот он прям Прям реально Пытается что-то доказать Но все его Какие-то аргументы Доказательства Сводятся к пученью глаз Такому вот Такой И к фразам типа Ну и что будет Да что будет Ну вот тебе твоя женщина Дядя Шурик Не даст телефон Почитать А мне даст И более того После И телефон И не только И более того После После того как Я реально возьму Его почитаю И уже много раз так делал И не с одной То Ну Все нормально А вот ты Потом обольешься Десять раз Дядя Шурик Потом Обольешься Я думаю кстати Что и Максим Тоже обольется Вот Вот только советовать Горас Мое станочное суждение Вот И обосрешься Два раза Но чтобы взять телефон Или попросить Девушку Чтобы она за тебя Заплатила в кафе Ооо Ха-ха-ха-ха-ха Дядя Шурик Ты когда-нибудь Просил женщину Чтобы она За тебя в кафе Платила Нет? Попробуй Испытаешь Много ярких эмоций И может быть Что ты начнешь понимать Про матриархальное воспитание Про прошивку Которую женское общество Заложило тебе Вот сюда Вот Может быть Что-то поймешь Для этого видео Недалекий человек Ну Недалекий Неблизкий Я уж не знаю Ждем его Так Скажу откровенно Я не исключаю Что в какой-то момент Тоже окажусь На консультацию Максима Потому что Ну я не молодею Деменция близко Возможно Как бы Но сейчас Находясь в трезвом уме Я бы предпочел Вместо консультации Максима Погибнуть Как герой Над кукушкиным гнездом Книги В тот момент Когда я начал говорить Я хочу На консультацию К Максиму К Максиму Вердикту Кто-нибудь взял подушку И просто вот так Задушил меня Это лучше Серьезно Лучше, чем мучиться Ребят Ну вот смотрите Вот опять же Разница между мной Например, дядей Шуриком В том, что Ну вот он кривляется И говорит К Максиму Я тоже люблю Покривляться Ну и опять же Ютуб к этому Располагает Вот Но я вот Четко говорю Лично я Не пошел бы На консультацию К Максиму Вердикту Поскольку Лично мне Максим Вердикт Не помог бы точно Поскольку Его объема знаний Практики Жизненного опыта Не хватит Для того Чтобы полноценно Помочь Мужчине Мое оценочное Суждение И поэтому Я не пошел бы Я как эксперт Могу про это сказать Как семейный юрист С высшим образованием Как человек С образованием В облах Семейной психологии Да Повышение квалификации Да Тем не менее У меня У меня эти бумажки есть А вот там Дядя Шурика И нет И объем знаний Соответствующий Есть Я понимаю Что Максим Вердикт Рассказывает Вот как Многие блогеры И блогерессы Просто пересказывает Из интернета Какую-то хрень И зачастую Он просто Из своей головы Тоже какую-то хрень Рассказывает И зачастую Даже не отвечает На вопросы Им самим Поставленное видео У меня вот На бусте Есть там Два или три разбора И у меня все время Был вопрос Ну вот ты назвал Там видео Что делать Там то-то и то-то И не отвечаешь На этот вопрос А как ты на мои Вопросы Отвечешь Если ты на свой Не отвечаешь Вот у меня Претензии Максима Вердикт А дядя Шурик Просто такой Задушите меня Это аргумент Почему Прочитал Здоровенный комментарий Ну а аргумент То где Ребят Но это только Мой выбор И вообще шутка Ни в коем случае Никого не призываю К суициду Если вам нравится Максим Вердикт Даже близко Просто на всякий случай Уточняю Ну типа Человеку-то уже хорошо Он как бы умер Все что делал автор видео Возмущался И колко садился На каждый жест И слово Надеюсь Вот кстати Кстати нормальный комментарий Я такой же Критикую Предлагай Здесь опять С ошибкой Ну Скидываем на то Что люди пишут В пути где-то С мобильных телефонов Покажешь Действенную схему Как создать Хорошие взаимоотношения Критикуешь Предлагай Друзья мои Если бы я знал Рабочую схему Как создать Прекрасные взаимоотношения Я бы поделился Я знаю такую схему И поделюсь Прям эксклюзивно С дядей Шуриком Буквально За минуту Эта схема Состоит из Сотрудничества Между мужчиной И женщиной В таком бизнесе В деле Как создание отношений Как создание Семьи Сотрудничество Предполагает Равноправное Равноправное Плохое слово Там права Равноценный вклад Обоих Обоих В эти отношения Соработничество В нем Это значит Что половину денег На быт Вкладывает мужчина Половину денег Женщина Например То же самое И с доверием Доверие в таких отношениях Так же как и доверие Тебя как бизнес-партнеру Ну если ты бизнес С кем-то делаешь Сложно делать С кем-то бизнес Не доверяй ему Оно должно быть И если между вами Возникают какие-то Подозрения Взаимоотношения То оба партнера Вот здесь дядь Шурик Очень внимательно Смотри Сейчас бери Бери ручку Бумажку И записывай Если у кого-то Из партнеров В отношениях Возникают проблемы Подозрения Ревность То к тому Чтобы Исцелить этого человека Исцелить отношения Должны Приложить Одинаковые усилия Оба партнера И если Исцелению отношений И их продолжение Будет способствовать Например То что один человек Возьмет И отдаст телефон Почитать другому человеку Ему это Надо сделать Например В минуту Наверное уложился Дядь Шурик Как тебе Мой рецепт По созданию Счастливых Гармоничных отношений Оба вкладываются Прежде всего Деньгами Оба уделяют Этим отношениям Равное время Равное Так сказать Усилие И если у кого-то Из них возникают проблемы То оба Решают эти проблемы Причем не так Что типа А там Мои личные границы Пошел нахрен Нет Это херовые отношения Дядь Шурик А прям Искренне Женщина Ну прям Или мужчина Должны хотеть Решить какие-то проблемы И продолжить Гармоничное Сосуществование В рамках этих отношений Вот пожалуйста Скажу вам честно Только если Вердикт вам Такого не расскажет Проблема Ее никто не знает Ни Максим Вердикт Ни Сатья Дас Ни профессиональные Психологи с дипломом Ни у кого У меня есть Только что рассказал Твой ход Нет готовой схемы Но я могу рассказать Как это работает у нас У обычных людей Вне вашей секты Отлично Мы просто В какой этаж Я не знаю Какая секта У кого Вот Мне одинаково Забавно наблюдать И за вердиктом И за дядька Шуриком Вот Дядька Шурик Производит впечатление Такого дядьки Ивна Да такой Он конечно Не дурак Но звезд с неба Не хватает Пробуем Иногда ошибаемся Иногда получается Учимся на своих ошибках Что касается расставаний Это титульная тема Максима Вердикта Опять же Мое личное мнение Что это нужно просто пережить Есть пик эйфории Ну смотри Дядь Шурик Вот ты только что сказал По факту Только что сказал Что вот Мы Делаем то Делаем все Иногда у нас получается Иногда нет Ну как понимаешь Можно Так сказать Про любой вид Человеческой деятельности Вот тебе нужно Поменять Не знаю Унитаз в туалете А ты Вообще Ни сантехник Ни разу С этим не сталкивался И вот Ты лезешь в ютуб Можно конечно Пойти в профучилище Закончить Сколько там лет Сейчас они учатся Закончить Получить какое-то Образование там среднее На сантехниках Выучиться Пожалуйста Какие-то курсы пройти Вот Как я люблю Проходить психологию Там что-то тебе расскажут Какие-то знания дадут Про разные устройства Унитазов Про устройства канализации Можно полезть в ютуб Наткнуться на вердикт Который скажет Ну смотри Там значит Две гайки Ты их откручиваешь Бац Бац Значит один унитаз Нахрен Один поставил Закрутил гайки И все Если ты будешь слушать Вердикт А не пригласишь Профессионала Много шансов Кстати Что ты просто Зальешь соседей И попадешь на бабки А может и нет А может он прям Вот прям Он прям именно Про твою модель унитаза Будет говорить Вот Но Рассуждать Так что типа Ну это же отношения Поэтому Никого не буду слушать Буду делать ошибки Это все равно Что Вообще Несмотря никого И вообще будучи Не в теме Пойти В свой сортир Где течет унитаз Посмотреть на него Сказать Так Ну походу Он крепится Вот этими гайками Так что мне нужно Чисто логически Значит Гаечный ключ Значит Здесь Труба Я ее просто Вырвал Ой воду надо было Перекрыть Так Где То есть Вот И ты будешь Весь в говне С непочиненным Унитазом Вот Может быть Однажды Ты пригласишь Профессионал Он посмотрит И скажет Да ты тут все Раскурочил Тут уже Не поможешь Вот Дядя Шурик Это Путь Обычных людей Тебя в том числе В отношениях Вот Так сказать Наламывать Кучу дров И такой Тип Ну мы же Учимся Ну так Может быть Стоит Начать Учебу С освоения Теории Хотя бы Хоть Какой-то Ну Нет И Ну Все-таки Доверять Профессионалам А не тем Кто по ютубу Пересказывает Статьи Об устройстве Унитаза Есть Горечь Расставания Все равно Рано или поздно Боль проходит И мы справляемся Если вы думаете Что вот Ну да Это знаете Вот ты пошел Не знаю На кухню Готовить ужин И порезался Палец себе Отрезал ножом О Можно Лечь Болеть Годами Месяцами Может быть даже Заражение крови Получить Тогда вообще Гикнешься Но Боль же пройдет Правильно Ну так Нахрена Палец обрабатывать Пытаться его пришить Действительно Что-то Какие-то манипуляции Не пройдет Нахер это надо Дядя Шурик Правильно Боль-то пройдет Ну если ее пережил Молодец А если не выжил Или заражение крови Получил Ну Такова твоя Мужицкая доля Ну что за чушь Внутри секты Ну произведел Да А те кто Значит Бегут к хирургам Или хотя бы Даже по ютубу Смотрят Как пришить Оторванный палец И пытаются Это сделать Вот те Кто Максима вердикт Любит смотреть Ну они Ну они хоть Что-то делают Нахер Надо Дядя Шурик Какая-то Секта У них там По пришивателям Пальцев Такие Исключительные Вас бросали Вам попадались Непригодные Девушки Как вы это Называете А вот У нас все хорошо Мы просто Никто с этим Сталкивался Ну Я немного Не в курсе Что там Про дядя Шурика Вот Что он имеет Ввиду Под негодными Девушками Не знаю Наверное Максим вердикт Имеет ввиду Непригодные Для серьезных Взаобношений Женщины Кому-то Наверное Они пригодные А мужчине Который хочет Равноценных Так сказать Отношений Где оба Вкладываются Где он ценен Вот Ну наверное Для него Они непригодны Я просто Не в курсе Какие вердикт Рецепты дает Так сказать По Обустройству Таких отношений И что у него Там происходит Вот Но Что Есть Женщины Негодные Для того Чтобы унитазы Чинить Например Они Унитаз просто Не поднимут Ну например Есть мужчины Негодные Для того Чтобы делать Маникюр А есть мужчины И женщины Негодные Для отношений Для длительных Каких-то там Заведений В детей И так далее Что здесь Ну В чем В чем Смех Поэтому Мы не знаем Что это такое А вот столкнемся Придем к Максиму Вердикту То поверьте мне Вы ошибаетесь Конечно Я и подписчики Могут тоже Написать в комментариях Что у людей Были тяжелые расставания Кто-то Быстрее От этого Отходит Кому-то Тяжелее А кто-то Вообще Не отходит И заканчивает Одна из самых Распространенных Причин Для Для того Чтобы Роскомнадзор И такое бывает И если Ну при всей моей Ржачи Максима Вердикта Если Деятельность Максима Вердикта Выдернула Из петли Хоть одного Мужчину Он уже Имеет право На существование Так же Как и я А лично я Лично у меня Есть Обратная связь Лично мне Люди часто говорят Что я их Спас от петли Я не знаю Что там Максим Вердикт Но если Он хоть одного Мужчину Спас от петли Он уже Имеет право На существование Дядь Шурик А ты Кого-нибудь Спас от петли Хоть одного Да Может быть Дурацкими советами Из интернета Может быть Еще чем-то Ну вот просто Интересно Мне что-то Подсказывает Что того же Самого вердикта Опять же Не думал Что я буду Как-то Даже косно Защищать Но у него Вот Ну Больше шансов Даже вот этими Тупыми советами Стыренными У меня Или из интернета Спасти кого-то От петли Чем у тебя С твоим Кривлянем И таким Типа А-ха Ну посмотрите Он же дурак А почему А-ха-ха Дурак Смотрите Смотрите Дурак Вердикт Дурак Ну что это такое Дядь Шурик Ну это правда Вот это Это твой уровень Хейтера Вот мой Уровень Хейтера Это да Кстати Подписывайтесь на Бусти Вот там Уровень Хейтера А у тебя Ну что это Я бы Кстати Не выпускал бы Такой ролик Где я просто Кривляюсь И типа Ну смотрите Они пишут Неграмотно В комментариях И там Ну или Может выпустил бы Для того Чтобы поржать У меня в самом начале Моя карьера Именно на этом канале У меня два канала За сто тысяч Несколько лет назад Я вот выпускал ролики С комментариями Хейтерес Хейтерес Вот Где ржал на день Но даже там У меня какой-то Конструктив был А ты просто Кривляешься Ну что это Ну дядь Шурик Ну что Как-то справляемся Ну Если вам нужна Помощь Секты Гуру То кто я такой Чтобы вам запрещать Я вообще это видео Снимаю Чтобы Ну да Я тоже не могу Запретить Ну как бы И прям С чистой совестью Обращаться к профессионалам Тоже не могу Посоветовать Потому что практика Показывает Что между твоих Отношениях Многие психологи Рубят не больше Чем дядя Шурик И даже Вердикт на их фоне Кажется Что он что-то знает Извиняться перед вами Опять забыл про это В общем Извините Идем дальше Так Сейчас соберитесь Будет сложный комментарий Автор видео Недостаточно ознакомился На все На все Сто процентов С контентом Ладно Друзья Мы уже Час В эфире Не думаю Что там дальше Будет Что-то Лучше Или Другое что-то Вот Но если будет Напишите Пожалуйста Стоим кодами Сделаю второй выпуск Где доразберу Пока же на этом Я предлагаю Закончить Это я выложу И на ютуб В том числе Как бы Почему нет Интересное видео Где я Не на стороне Ни дядьки Шурика Ни вердикта Вот И в чем-то Может быть Даже соглашусь И с вердиктом А в чем-то И с дядьми Шуриком Особенно я согласен С вердиктом В том Что он тырил у меня Вот это прям Про телефон Про телефон Топ тема Берите Пользуйтесь Сам лично пользовался И надо будет Еще буду пользоваться Пишите Жмите Подписывайтесь До новых встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok